Все же ремонту быть. Мост на новом рынке. Сооружение аварийное. Путепроводу почти 70 лет. Накануне стало известно, к реконструкции приступят весной следующего года, когда закончится отопительный сезон. По проекту старые конструкции полностью снесут и построят новый мост. Но все это понадобится около полутора миллиардов рублей. Это средства из федерального, краевого и городского бюджетов. Участников данного проекта их много и основная задача по возможности сохранить комфорт для горожан, но синхронизировать все работы, в том числе железная дорога, это основа основ. Уже сейчас ясно, мост закроют, заторы неизбежны. Пожалуй, самое сложное в этом проекте движение электротранспорта. Над этой задачей работают выпускники политеха. Летом они представили свои дипломные работы, что-то из этого ляжет в основу организации движения в районе Нового рынка. Как подсчитали специалисты, каждый день трамваями и троллейбусами пользуются 70 тысяч барнаульцев. Из них 47 процентов ежедневно проезжают мимо Нового рынка. Трамвайные будут перенесены на улицу Челюскинцев, до проспекта Красноармейского с пересечением улиц Анатолия и Советской Армии, а троллейбусные будут сокращены до как раз перекрываемого путепровода на проспекте Ленин с возможностью разворота по контактной сети и движения в противоположном направлении по маршруту. Пока это всего лишь предложения, которые сейчас обсуждаются. Точно так же, как организация движения автобусов. Как будет ходить транспорт станет известно в ближайшее время. Сейчас жителям города необходимо продумывать, как они будут ездить на работу в центр города. Может быть, поговорить со своими работодателями, те, которые частные, чтобы сдвинуть время работы для того, чтобы все-таки этот час пик, который у нас приходится на 8-9 часов, не было такого транспортного коллапса, его немножечко отодвинуть. Что касается тепловых сетей, на этот участок приходится серьезная нагрузка. На новом рынке проходят коммуникации большого диаметра. Чтобы у жителей не было проблем с горячей водой, трубопроводы закольцуют в районе бывшего дома быта. Все работы проведут летом. А в Росводоканале в свою очередь сообщили, что в этом районе города есть возможность переподключить потребителей, так что особых перебоев с водой жители также не почувствуют. Добавим, что согласно проекту, движение по мосту перекроют до конца 2023 года. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.